79 населенных пунктов Коми в этом году могут оказаться в зоне риска под угрозой подтопления участки линии электропередачи дороги. И если от реки Печора синоптики не ждут никаких сюрпризов, толщина льда в норме, то Вычигда впервые за много лет этой весной может спровоцировать много неприятностей. Вода может подняться на 70 сантиметров выше нормы. До начала ледохода остается пару недель, однако в районах, которые регулярно оказываются в зоне риска, снова нет четкого плана действий на случай чрезвычайной ситуации. Татьяна Супряткина о прелестях весны. Синоптики прогнозируют ранний паводок. Весна в этом году очень переменчивая. Резкое потепление сменяется неожиданным похолоданием. Однако такие перепады могут преподнести много сюрпризов. Подтопленными могут оказаться не только села и деревни, расположенные вдоль Печоры и Вычигды. Мелкие речки в этом году тоже в зоне риска. Снега в этом году выпало много, потому и воды должно быть больше, чем обычно. Впервые за много лет подъем уровня рек ожидается на 50-70 сантиметров. Где-то вода может поднимется и вовсе выше максимальных отметок. Перешагнет так называемый критерий неблагоприятных прогнозов. Ход весны ожидается близким к норме, но не исключены резкие потепления, непродолжительные в отдельные дни, которые скажутся, безусловно, не на магистральных реках, а на малых реках, вплоть до подтопления каких-то гидротехнических сооружений. То есть мосты на малых реках деревянные, там низко расположенные мосты и водопропуски под дорогами. Под особым контролем линий электропередач, энергообъекты и промышленные узлы. В рамках деятельности этих комиссий будет проходить обследование гидротехнических сооружений на территории муниципальных образований. Это ограждающие дамбы, это водопропускные сооружения на территории муниципальных образований ОС, где будет заключение о их готовности к пропуску весенних вод. В рамках республиканской комиссии будут обследованы основные гидротехнические сооружения. Это сооружения в Нючпасе, сооружения в Нюччеме, сооружения в Кажеме. Те регулирующие плотины, которые там есть. Подтопленными могут оказаться почти 80 населенных пунктов. Под данным МЧС, муниципалитеты стопроцентно не готовы к встрече с большой водой. Не просчитано время эвакуации населения, запасы продовольствия и топлива. В некоторых районах даже не созданы паводковые комиссии. В то же время муниципалу уверенно отчитывается, к паводку готовы. В зону крупномасштабного затопления могут попасть 6 населенных пунктов, в которых проживает 961 человек. В хозяйствах содержится 247 голов крупнорогатого скота. Расположено 11 сальных объектов. В результате такого затопления в этих населенных пунктах может сложиться наиболее сложная обстановка. При уровне воды более 11 метров существенно будут нарушены условия жизнедеятельности населения. Населенные пункты будут обесточены полностью. В этой связи придется проводить полную эвакуацию. Муниципальные чиновники оповестили жителей прибрежных районов о возможном потоплении. Однако уже сейчас некоторые отказываются готовиться к эвакуации. Также категорично граждане относятся к страхованию своего жилья. После прошлогодних потопов, когда под водой оказались целые подворья, квадратный метр застраховал лишь каждый второй собственник.